6 декабря в московском районном суде города Твери избрана мера пресечения двум жителям Иркутской области, задержанных накануне. Было установлено, что данные лица занимались сбытом наркотических средств и героин на территории города Твери, города Ржева, а также осуществляли поставки крупных партий наркотиков на территорию нашего региона. Операция по задержанию наркосбытчиков проходила при участии сотрудников группы розыска ГИБДД на одной из улиц в московском районе Твери, задержанном 23 года и 27 лет. При личном досмотре у подозреваемых обнаружены и изъяты 105 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению, представленное на экспертизу вещество является высококачественным героином, общей массой более 300 граммов. По данным оперативников, подозреваемые расфасовывали готовый наркотик на разовые дозы и собирались спрятать их в тайнике-закладке в различных частях города. При обыске в съемной квартире задержанных обнаружены весы и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело. Санкция части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228 Уголовного кодекса «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет». Ранее также проводились мероприятия, в ходе которых были задержаны еще два уроженца одной из среднеазиатских республик, которые также входят в состав данной преступной группы. Они также получали крупные партии наркотиков через тайники-закладки на территории города Ржева. В дальнейшем раскладывали наркотики на улицах города Твери. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Внимание! Ищем свидетелей ДТП. 4 декабря в 17.40 на 220-м километре трассы М10 в Торжокском районе области микроавтобус Volkswagen T5 белого цвета врезался в опору уличного освещения. По словам водителя иномарки, его машину задела попутная фура, которая с места происшествия скрылась. Просим откликнуться очевидцев аварии, а также людей, остановившихся на месте. Телефон для связи на ваших экранах. Сегодня стало известно, что в больнице скончался пассажир Volkswagen. Председателю судебной коллегии по административным делам Тверского областного суда Борису Райкису по итогам конкурса Общероссийской общественной организации Российского объединения судей вручена премия «Судья года». Стаж Бориса Райкиса в должности судьи превышает 32 года. Из них 25 лет он является судьей Тверского областного суда. Премия «Судья года», а она присуждается ежегодно, является признанием судейского сообщества Российской Федерации за слуг высококвалифицированных судей перед обществом и государством. Деятельность Общероссийской общественной организации Российское объединение судей направлена на укрепление независимости органов судебной власти путем консолидации судей федеральных судов и судей судов субъектов Российской Федерации, в том числе пребывающих в отставке в интересах развития правового государства в Российской Федерации.